сегодня том числе если на youtube зайти посмотреть реклама чем сегодня кишит каким контентом и кто это запускает видно что это реализовывается не просто какими-то там идейными деятелями а военными организациями где идет четкой инструкции что делать если ты примеру военнослужащий республики беларусь куда тебе перейти где взять как брать не брать с собой оружие кому обратиться какой пограничный пункт то есть идут четкие конкретные инструкции по сути дела против нашего государства но наши жить наши жителей то есть эта военная информационная диверсия открытая открыта в enforcement диверсе и она продолжается вот из раза в раз ты включаешь это все без проблем показывается люди это смотрят и конечно же сегодня это действие направленное против нашего государства против независимости и суверенитета нашей страны и этого быть не должно если у нас на сегодняшний день нечем ответить с точки зрения таких же информационных технологий то конечно же Поэтому необходимо это дело ликвидировать, закрывать, потому что вреда оно нанесет значительно больше для нашей страны, нежели если мы будем здесь по-хорошему эти вопросы где-то с кем-то обсуждать и договариваться. И причем мы никогда не договоримся. Ведь интернет создавали Соединенные Штаты исключительно в военных целях, это был военный проект. Поэтому я не исключаю, что и все, что связано с интернетом и другие проекты, это в том числе разработки спецслужб, людей в погонах, которые, понятное дело, выполняют заказ и работают на интересы своих государств и их правительств, в том числе в военных целях. Поэтому думать о том, что это исключительно благое дело, которое создавалось для человека, чтобы ему облегчить жизнь, не стоит. Я думаю, что даже это с большой, огромной долей вероятности интернет. Это механизм влияния над обществом, над человеком, а как мы видим сегодня, этот механизм очень неплохо реализуется, причем любой социальной сети. В 2011 году, если мы помним, революцию через социальные сети мы сталкивались, когда тут тоже хлопали, бегали, топали, управляли это через контакт. Потом у нас пришел телеграм-канал, тикток, и впереди, и дальше это будет все развиваться. Поэтому если мы этот вопрос, эту лошадь, так скажем, не оседлаем и не начнем ей управлять, то мы постоянно будем сталкиваться с вот этими проблемами. Крайняя мера, крайняя мера запретительная, мы ее тоже не исключаем, и она должна применяться так же, как применяется во всех странах мира. В первую очередь, конечно, в Соединенных Штатах без проблем, там если что-то не так, тебе, пожалуйста, отрубят, вырубят или вот запретят. Это для них первая, самая главная демократическая мера в этом государстве. Мы, как действительно государство, уважающее права, интересы наших граждан и организаций, компаний, мы будем поступать, естественно, по-демократическому, подходить к этому вопросу аккуратно. И в крайних мерах, если нас не будут слышать, если с нами не будут считаться, если не будут видеть наши национальные интересы, наших людей, мы, конечно же, будем это дело закрывать и на нашей территории ликвидировать.